Привет народ, добро пожаловать на канале. Сегодня мы рассматриваем, продолжаем рассматривать тему реальной эффективности рекуперации, а точнее ограничения, связанные с защитой теплообменника от обмерзания. Кому интересно, смотрим. Народ, смотрите, вы должны понимать, что рекуператор это всего-навсего часть приточной вытяжной установки. И есть эффективность рекуператора, а есть эффективность всей вентиляционной установки. Понятно, да? Если мы говорим об эффективности рекуператора, то при определенном объеме воздуха рекуператор выдает постоянно одну и ту же эффективность в штатном режиме работы. И как раз в понимании штатного режима работы и скрадывается реальная эффективность рекуператора. В чем смысл? Мы все знаем, что такое рекуператор. Рекуператор это такая штука, которая с выбрасываемого воздуха изымает энергию и возвращает ее через приточный. Да? Но когда мы изымаем энергию с выбрасываемого воздуха, то он охлаждается. Когда воздух охлаждается, он сбрасывает из себя избыточную влажность, конденсат. У нас, кстати, есть про это видео. И нельзя допускать того момента, когда этот конденсат прихватится ледяной шубой. Потому что эта ледяная шуба исключает энергообмен между двумя потоками воздуха. Понятно. И штатный режим работы рекуператора это как раз режим, при котором весь теплообменник рекуператора находится в положительной температурной зоне. А эффективность всей вентиляционной установки заключается в том, чтобы поддерживать рекуператор в данном рабочем штатном режиме. И для этого, когда уже начинается угроза защиты от омерзания, срабатывают определенные системы. Их большое количество. И они разные. Они могут по-разному влиять на реальную эффективность. В любом случае, каждый из этих элементов будет забирать эффективность. Он будет немножко скрадывать эффективность самого рекуператора. И забирать он будет в виде просто... Рекуператор сам будет выдавать постоянную эффективность. А мы просто будем тратить дополнительную энергию, дополнительные деньги на то, чтобы поддерживать рекуператор в штатном режиме. Логика следующая. Смотрите. Как осуществляется контроль для того, чтобы сам теплообменник рекуператора поддерживать в плюсовой зоне? Очень просто. Дело в том, что на выходе с рекуператора ставится термостат, который меряет температуру после рекуператора. После того, как мы с него изымаем энергию тепла. И она должна быть положительная. Она должна быть примерно 3 градуса. Настраивается на такой порог срабатывания защиты. Получается следующий вывод. Мы не можем с выбрасываемого воздуха забрать больше температуры, чем разница между той температурой, которая в помещении. А в помещении, предположим, плюс 23 градуса. И температурой срабатывания защиты от обмерзания. От обмерзания. Плюс 3. То есть мы с выбрасываемого воздуха не можем забрать больше, чем 20 градусов. Понимаете, да? Идем дальше. При какой температуре на улице, понятно, что она будет минусовой, будет срабатывать защита от обмерзания? Это зависит от эффективности рекуператора. Если у нас рекуператор малоэффективный, предположим, 50%, ну, смотрите, 20 градусов, это будет 50% от общей дельты температур. То есть если у нас в помещении плюс 23, то при минус 17 будет срабатывать защита от обмерзания. При минус 17 это температура входящего воздуха с улицы на рекуператор. Если у нас будет рекуператор с эффективностью в районе 80%, то защита от обмерзания будет срабатывать при уличных температурах минус 5, минус 7. Это, кстати, еще зависит от энтальпии выбрасываемого воздуха. Энтальпия – это энергия по влажной части воздуха. Мы, кстати, эту тему еще не поднимали. Идем, друзья, дальше. Мы понимаем, что при определенной температуре на улице, холодной, у нас начинают срабатывать защиты от обмерзания. Это системы, которые встроены внутри вентиляционной установки. Этих защит от обмерзания бывает большое количество. И мы уже поговорим о них конкретно в следующем видео про эффективность. Я их вам сразу могу сходу штук 6 сказать. Лично для себя я разделяю две группы, с помощью которых решается вопрос защиты теплообменника. Первая группа связана с уменьшением общей дельты температур путем преднагрева именно входящего воздуха. До температуры, которую, помните, мы только что говорили, срабатывание защиты от обмерзания. А вторая группа связанная с игрой баланса притока вытяжки. В чем смысл второй группы? Смотрите, я вам расскажу на примере. Это тип защиты, который есть во каждой вентиляционной установке с рекуперацией тепла. Он идет по умолчанию. Ну, скажем так, практически в каждой вентиляционной. Исключением, например, может быть оборудование Mitsubishi Electric. Такая приточная вентиляционная установка, как классные 100. Они не рассчитаны для наших климатических зон. Они используются только в плюсовых зонах. Уличных имеется в виду. Так вот, защита от обмерзания следующая. Это защита теплообменника рекуператора путем циклических отвлечений притока. В чем смысл защиты от обмерзания путем циклических отвлечений? Все очень просто. Предположим, если у нас на улице слишком холодно, минус 20, предположим, в помещении плюс 20, большая дельта температура, то мы просто будем временно отличать приток, для того, чтобы получить дисбаланс приток-вытяжка. И вот мы понимаем, да, что мы с выбрасываемого воздуха не можем вытянуть температуры больше, чем 17 градусов, когда в помещении плюс 20, да. Нам просто нужно будет на один входящий объем сделать два выбрасываемых. Два раза по 17, да. И таким образом температуру от минус 20 мы догреем до температуры в пределах плюс 16 градусов. Вот и будет весь смысл работы самого теплообменника рекуператора. Вот и все. Народ, конкретно о всех типах защиты от обмерзания мы уже поговорим в следующем видео. Потому что если нет, то я сам замерзну за сегодня. А всем спасибо за внимание и пока. До свидания.